всем привет мэри да здравствуйте приветик сладкий пирожок я уже реально такими темпами буду пирожище толстое привет красотка мэри приветик моя хорошая всем привет как связь как качество все ли в порядке как тем я хорошо а вы как сколько весят мне кажется уже в 90 но думаю что вешу я приблизительно 51 килограмм мэри ты самая красивая все планете спасибо но это не так но все равно приятно где кофта на застежке на какой-то застежки какое мое любимое блюдо мое любимое блюдо да я все люблю мне нет какого-то одного любимого блюда мне нравится и картошка и мясо и суши и супы я все люблю вы лишь просто супер с этим макияжем спасибо мейк просто справа знаете мне как то здесь света мало может быть отнести нас всех туда где зеркало сейчас посмотрим как будет лучше смотрите я накрасила тенями губы опять что кушала сегодня здесь лучше что кушала сегодня лучше об этом не знать никому сегодня я кушала всякую ерунду в каком районе ты живешь я живу в мытищах мэри осетия тебя любит спасибо я вас тоже очень сильно люблю почему я такая страшная да бог его знает уродилась вот такая страшилка ты сама делала макияж нет и сегодня у меня была съемка круто хоть немножко на животике полежать то я уже устала спать на спине далеко в москву добираться одно приблизительно смотря в какое время ехать если по пробкам то до кутузы 50 минут до центра 30 минут без пробок ночью 20 минут на ближайшей точке москвы 5 минут какой у тебя рост сто пятьдесят семь сто шестьдесят когда корсет снимешь корсет я думаю сниму ну вообще двадцать девятого числа мне нужно снимать корсет наше двадцать девятого числа у меня была операция и двадцать девятого числа можно будет снять корсет вот я все равно не могу как бы спокойно лежать на животе потому что нельзя нужно держать себя локтями не очень удобно блондинка не думала стать он мне кажется него пошло но я сожгу себе все волосы привет с тюмени большой привет нет мне надо как-то знаете пересесть вот я не знаю как блин как бы сейчас простите что вы все время падаете как бы у него спасать так чтобы не было удобно сидеть так ой здесь такой свет классный очень красиво да и пензе привет и тюмень привет и всем просто огромный привет не читаю что я пишу почему я все читаю я так счастлива на новый год получилось это пишет много косметики от моего молодого человека мечты сбываются как мало нам нужно девушкам для счастья скажите друзьям всего лишь там косметика а я что уже ничему не радуюсь порадуюсь приобретению машины или поездки куда-нибудь уже как-то новый телефон меня не радует ты наверное снова груди чувствуешь себя такой шикарно это правда планка моя взлетела может таки на кухню вернуться что я не могу усесться некуда телефон поставить так сейчас еще один эксперимент попробую ха-ха намек кому намек блин было бы кому намекать я бы намекнула а лучше бы сразу прямым текстом сказала мне некому намекать все сама все сама во шикарно супер все кайф наконец-то я придумала и свет и все входит так мне только кондиционер надо выбрать что я спарюсь грудь просто супер врач у тебя от бога какая у меня грудь она небольшая я скажу вам честно вот могу посоветовать кто идет делать грудь не бойтесь как я потому что я кричала мне не больше двойки мне сделайте небольшую грудь у меня еле уговорили на 315 миллилитров она получилась два с половиной около трешечки там 2 и 7 может быть она у меня небольшая она мне очень идет и есть честно как будто натурально так лиза мне пишет ватсап ты где я дома лиз я она мне пишет ватсап я отвечаю здесь как будто она это увидит нечего добавить все в тебе хорошо сколько стоит грудь до нового года в моей клинике акция 150 на круглые импланты 170 тысяч на анатомические импланты входит проживание палата только анализы нужно будет еще платить анализы стоит 12 тысяч рублей так 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 что еще сказать анализы стоит 12 тысяч рублей а все остальное входит короче вам нужно будет потратить ну смотря какие вы импланты будете у меня анатома как ухаживаешь за волосами вот ламинирование для волос недавно сделала мне очень понравилось потому что я голову сейчас перестала мыть в салонах мой самостоятельно и можно даже не вытягивать и ничего с ним не делать волосы у меня свои как отрастить так как отрастить волосы но вы знаете я думаю что скорее всего это генетика потому что я всю жизнь хожу с длинными волосами точнее до 5 класса у меня были очень жидкие короткие слабые волосы а потом что-то произошло в пятом классе сми не с детства мне в детстве вообще волос не было мне были тоненькие маленькие волосики и всем было меня жалко все говорили бедная девочка совсем волосы не растут а потом как бабка пошептала или наоборот пришептала у меня волосы как пошли в рост и после 5 класса их уже было не остановить не запишет них я хочу есть лизонька я не могу сейчас выйти из прямого эфира бросить своих подписчиков чтобы ответить себе так мэри ты упорством добиваешься своего или каким-то мягким путем не только упорством хотя нет не упорством смотря в чем если дело касается мужчины то я могу и упорством у меня вообще можно эти башню снести я как будто вижу цель и иду к ней вообще не несмотря ни на что но мне должно быть очень интересно я должна быть очень заинтересована к примеру мужчине что касается всего остального как-то все ко мне сама приходит вы знаете очень сильно на меня влияют люди которые меня окружают могу сказать честно то есть сама может быть без этих людей которые рядом со мной я бы вообще ничего не сделала я хороший реализатор то есть меня нужно закинуть в обстоятельства но сначала мне нужно пнуть в них подтолкнуть там я уже сама справлюсь без помощи уже очень хорошо сориентируюсь на месте но до точки самой меня нужно подтолкнуть так у меня было всегда и во всем привет что за блеск красиво это не блеск это тени для губ мой глаз да я сама жду фотосессию думаю что фотки будут просто отпад хочу знаете себе что купить вот сюда штучку цепляется как вибратор она начинает вибрировать когда сутулишься я очень сильно сутулись плюс корсет меня еще пережимаете то есть у меня здесь будет такой вибратор и как только он про вибрирует как только он почувствует что я сутулилась он вибрирует я сразу выпрямляюсь надо себе сидеть с ровной спиной полетели во вьетнам на новый год нет во вьетнам я вообще вот честно последнего дела куда бы полетела так где купить такое я еще не знаю еще не смотрела не думал где-то в интернете закажу ты писала что заказала эту штучку нет я такого не писала ну что я ее еще не заказывала я об этом еще не говорила сколько твой вес мой вес где-то 51 килограмм нет видеться я с тобой не буду извини меня вот мы увидимся что за дурацкий вопрос приглашать меня навстречу в прямом эфире вот увидимся мы что мы будем делать вопрос у меня такой вот что ты можешь мне предложить как ты меня можешь удивить как недавно звонит мне мужчина и не один и говори давай увидимся игру а что вот мы увидимся что мы будем делать там покушаем вина выпьем я так это каждый день делаю хотите становиться удивлять меня и все пропадают что самое интересное я такая думаю может быть то и не стоит всем говорить слушай ну хочешь меня увидеть удиви меня придумай что-нибудь какой-то какую-то интересную встречу когда они все сливаются я думаю блин может быть я так вообще никогда замуж не выйду упускаю свое счастье а с другой стороны думаю но если я мужчину действительно заинтересую дата мои фотографии моя внешность и тем более за мной можно наблюдать прямом эфире мой характер моей повадки мимика жесты не знаю то он придумает что-нибудь я же не говорю я не знаю пойдем прыгнем с парашюта может быть придумать какое-то интересное интересную встречу вот и я как-то смотрю один отвалился второй отвалился третий отвалился я такая думаю блин я по-моему что-то делаю не так я упускаю мужиков будем думали пошли они все нафиг эти мужики кто захочет тут придумать хотя бы на попытку какую-то сделать они сейчас такие ленивые что вообще не хотят а я такая еще ой вы знаете желающих много со мной встретиться мужчина поэтому как придумаете что-то интересное тогда позвоните а потом думаю вот дура так вот у меня кроме внешности мужчине нужна и хозяйственность а вы с чего взяли что я не хозяйственная я умею готовить убираться я все умею делать самостоятельно но сейчас мужчинам это есть честно вот мне звонила лиза не заняла лиза значит то о чем я говорила я уже забыла я забыла о чем я говорила в общем черные часы 8000 стоят какие вот эти эти стоят 37 тысяч часы apple watch мало уметь надо делать иметь желание это вы меня сейчас чему или себе научить хозяйственности я вспомнила что я говорила блин вот поставила уведомление на ватсап мне все время пишут и я начинаю отвлекаться что я говорила по поводу хозяйственности а что мужчины в основном сейчас говорят что им не особо важно чтобы женщина их готовила и сутками убиралась тем важнее чтобы она была заинтересована в каком-то деле самореализации потому что зачем тратить время на уборку и готовку круглыми сутками если можно себя занять с чтением книг работой образованием курсами даже теми сексуальными к примеру что вот выберет мужчина на ваш взгляд чтобы девушка готовила стояла ему когда это все можно заказать или я не знаю не тратить на это особо много времени либо она пошла на курсы по сами знаете чему я думаю любой мужчина выберет курс и сами знаете чего дело так чтобы волос не касался микрофона ой наоборот насколько хочешь родить и хочешь ли детей конечно я хочу детей но сейчас я еще сама ребенок у меня позднее развитие я не представляю на данный момент себя в роли матери чтобы сейчас у меня к примеру я беременна и я рожаю может быть нет рядом такого мужчина который мог бы воздействовать на меня чтобы я почувствовала какое-то семейное тепло но я думаю как только появится такой мужчина я могу родить вообще сразу же заберемене точнее ты рада за марину и рому что выиграли квартиру я их случайно встретила в центре москвы я их поздравила конечно я рада но мне как-то если честно все равно кто выиграл квартиру диету подскажи 50 раз пишу я познакомилась девушка в instagram которая диетолог помогает очень хорошо исправить свою фигуру и позже я думаю можете я расскажу о ней потому что действительно интересная страничка и может вы найдете для себя что-то новое родила в 16 сейчас 23 люблю и любима я здесь честно за вас счастлива знаете у каждого свое мышление кто-то рожает 16 и живет счастлива всю жизнь с семьей например моя тетя мамина родная сестра она родила первого ребенка то ли в 18 или в 19 лет у нее трое детей у меня есть два брата артур глеб и маленькая есенья сестренка которая родилась недавно это родная сестра моя мама она очень счастлива своим мужем они живут всю жизнь у нее нет подруг у него у ее мужа нет каких-то там друзей они все время проводят вместе всю жизнь они работают вместе они на дачу ездят вместе они воспитывают детей вдвоем им никто не помогает и она очень 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 счастлива в своей своей жизни в своем браке и это ее жизнь и она ее так проживает и самое главное чего не навязывает мне например как мой папа который звонит и говорит рожай 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 скорее бы папа от кого рожать да хоть от кого рожай я вам не шучу он не так и говорит рожай потом разберешься гулять на меня он бросит в жены не возьмет это неважно ко мне приедешь бабушка тоже орет рожай рожай все хотят нянчиться понимаете как бы но у людей разное мышление кто-то хочет чтобы я уже родила например там как мой папа он реально как сумасшедшим каждый день с ним разговариваю народ рожай рожай он говорит главное чтобы был здоровый две руки два глаза ничего матерям-одиночкам по 25 тысяч в месяц платят в москве в россии а на сахалине еще земельные участки дают если троих родишь а я буду нянчиться ко мне жить переедешь как я инстаграм буду вести как я без москвы буду жить вообще и тому подобное он говорит инстаграм можно я отсюда вести но я ему обещаю что я в скором времени рожу так что так но это не факт я думаю что я еще сама не созрела к материнству потому что если выбирать к примеру у меня есть пять тысяч рублей что лучше купить себе сапоги или ребенку я захочу купить себе лучше я этого не произносила от меня закидают камнями ну блин ну чё если я тоже хочу сапоги ребенок машина еще ходить не умеет бедный мой ребенок видите какие мне дети если честно вы вы не обращайте внимание немножко шучу или например что купить себе устрицы или ребенку кашу себе устрицы ну это ладно это их уже перебарщил там же 25 материнские 25 тысяч материнский материнский взнос или что там материнская плата может быть поделим 15 ребенку 15 мне ой по 12 получается скажу на бабки иди покупай себе все что хочешь ни в чем себе не от не отказывай вот такая я мать бедный мой ребенок но это все шутки шутками как бы ничего серьезно понятное дело как многим там мои подружки мне говорят которые там рожали в раннем возрасте одна подружка мне вот что рассказывает заберем а познакомилась у нас мужем в первый день переехала к нему жить через неделю уже забеременела а вы говорите видите как бывает сразу же родила то есть лишь пожить вместе не успели они она уже это забеременела родила я родила ребенка вообще не поняла чему еще произошло родила ребенка оставила у мамы а с мужем поехала в мексику на три месяца на всю зиму ребенка только родила родил человек первого своего мы с мужем в мексике кайфуем там вообще чего только не делаем у нас все хорошо тусуем ребенок с мамой как бы сейчас ребенку пять лет я просто вспоминаю себя как я вообще не понимала что я была матерью вообще ничего не понимала сейчас если рожу или своего ребенка уже пятилетнего я в жизни не оставлю там куда-то улететь на три месяца будет у меня просто сердце кровью обольется вот тогда я родила как бы мы с мужем не успели покайфовать на что мы сразу съехались и там просто сама не поняла что сделала и еще одна подруга мне рассказывала тоже что она родила ребенка крути вообще сначала не понимала ничего сейчас уже второго родила сейчас уже совершенно по-другому смотрю на материнство на своих детей но тогда мы ручка сделать встречу в москве в кофейне в какой-нибудь ну поднимите руки кто придет давать проложим почву если придет человек двадцать я сделаю встречу но если не придет если пять человек ночью мне ехать я буду стесняться так 20 человек хотя бы все друг другом будет заняты на меня не особо будет обращать внимание это вы сейчас так руки поднимайте а потом никто не придет знаю я вас что мы с вами будем делать вот у меня вопрос я может быть вот лиза посоветовала прикольную идею мысли за к примеру снимем фотостудию вот например которая сегодня была на в днх закажем фотографа купим шампанское возьмем платьев у нас их тут полно из шоурума лизиного и организуем встречу с девчонками как девичник к примеру вот так вот там можем пофоткаться поболтать после нового года прикольно было бы пришли бы почему штрих не хочет с тобой соединяться смысле привет хорошая идея ну да к примеру если но это нужно организовывать так чтобы знать точно что к примеру 20-30 человек они придут ну что заказывать фотографа студию и всех 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 мы это все закажем оплатим накупим а никто не придет мы будем сидеть и плакать знаете как видели девочка которая организовала я не знаю в классе седьмом шестом организовалась фан-встречку пила конфеты никто не пришел и она записывала видео я вот так ждала вы не пришли да я разу разрулила ту ситуацию с дурачками которые портили мне прямой эфир и название вали он не сам написал типа давай дружить типа зачем конфликтовать я сказала если вы хотите о чем-то со мной пообщаться я вам сейчас передам номерок и разговаривать с мужчиной я сам вообще собираюсь не дружить не мириться и вообще ничего либо выяснять но он пропал после этого вы серьезно собираетесь туда идти наверное все серьезно он прямом эфире попросил его соединить с тобой давай штрих ты где давайте мы присоединю давайте 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 я его не вижу я его не вижу штрих если ты здесь отпишись я тебя присоединю вот так вот мэри почему-то грубо вела себя на шоу с саймоном я вела себя не грубо я вела себя нормально а вот он как раз по отношению ко мне повел себя очень грубо мэри все печально провально и до конца ничего не доводит есть у меня такой момент что я не люблю доводить дело до конца но я не скажу что это провально значит это мне просто больше не неинтересно вы можете воспринимать это так как хотите я это снимаю так мэри что мне делать подскажи ну что никита афиша 13 что тебе делать что у тебя случилось да до операции какой был размер груди был наверное минус 0 5 не было у меня груди скажи название помада пожалуйста это не помада это тени для глаз где дельфин у вас все хорошо дельфин вот у меня на аватарке стоит вот она но у нас не все хорошо мы вы поняли что наш пути просто расходится вот так вот мы общаемся ну как-то все прошло я слишком эмоционально подошла к нам и слишком эмоционально развела нас зачем ты губы сильно обводишь верхняя губа большая сверху на ммм мы краще чем есть ты не хочешь отвечать какие твои любимые имена мое любимое имя мэри ну какие у меня могут быть любимые имена у меня нет любимых имен может быть не знаю так в тюмени дают материнский капитал 460 тысяч за 2 ребенок 3 участка так я поеду рожать в тюмени сколько раз колола губы и поскольку миллилитров сначала колола по 0 5 последний раз колола 0 7 я уже не помню сколько раз раз 4 5 мне нравится девочка учиться со мной в одном колледже когда видимся смотрит на меня так как будто бы я тоже симпатичен но общение никакого нет что мне делать никита офишал 13 ты серьезно если тебе нравится девочка если она даже на тебя бы не смотрела ты должен действовать что тебе делать действовать я не знаю подойти к ней сказать там я не знаю ничего как дела у каждого свой подход то есть мне нравятся парни решительные вообще меня поражают мужчины которым не важно замужем ты есть ли у тебя молодой человек в каком ты состоянии готова ли ты к отношениям не готова ли ты к отношениям они подходят и забирают свое потому что им действительно понравилась девушка так бывает редко но зато это успех это заявка на победу девушка должна дать парню курс 90 дней 90 дней не подпускать его к себе так сказать не выдавать ему льготы как написано в одной прекрасной книге и общаться с ним на вытянутой руке в этот момент мужчина проходит курс молодого бойца за 90 дней и доказывает своей девушке точнее не своей а своей будущей девушке о том что она ему действительно симпатично и нравится когда мужчина пройдет этот курс 90 дней девушка может ему позволить уже соединиться и тогда мужчина уже никуда от вас не уйдет потому что чем больше мужчина вкладывает в женщину тем меньше потом ему хочется ее отпускать а если все происходит очень быстро и он не приложил никаких усилий для того чтобы с вами пообщаться объятия это бонус для мужчины дотронуться до вас это тоже бонус для мужчины поцелуй это награда для мужчины а секс это это все вы пара вы что ты уже не муж и жена вот ну ладно про муж и жена я уже перегнула палку в общем чем больше мужчина вкладывает в вас чем больше он тратит денег чем больше он тратит времени чем больше он старается для вас тем больше вероятность что мужчина уже вас покинет вспомните с кем вы переспали ранее чем за 90 дней навряд ли эти мужчины сейчас рядом с вами есть такой процент 20 или 10 процентов курилась что за бред почему когда я говорю такое а что я сейчас должна вам сказать идите ложитесь спать с первым встречным и он вас возьмет в жены нет я даю рекомендации для девушек которые серьезно себя оценивают которые серьезно смотрят на эту жизнь и которые хотят выйти замуж я сама не замужем у меня нет молодого человека но я почему-то сейчас возомнила о себе что я могу вам могу вам порекомендовать как выйти замуж но я сейчас придерживаюсь этого правила поэтому я сижу одна одинокая поэтому мужики не хотят даже со мной на свидание потому что я им говорю слушай ну ты меня удиви как бы для начала давай сделай что-то еще меня не видел а я ему уже понимать такую лекцию зачитываю а еще я ему задаю три вопроса по телефону они вообще думают что я больная я вам серьезно говорю я книг начиталась и теперь следую правилам этих книг и сижу одна еще по ходу долго буду сидеть такими темпами еще три вопроса задайте мужчину мужчине первый вопрос с дельфином кстати у нас тоже из этих книг как бы все распалось первый вопрос какие у тебя планы на ближайшее время мужчина вам рассказывает какие у вас планы на ближайшее время потом вы ему говорите какие у вас какие у тебя планы на ближайшие десять лет он рассказывает если он вам говорит слушай я вообще не заморачиваюсь я живу почему вы считаете что я ладно все я закрываю эту тему если вам не интересно я не буду больше на нее говорить делайте что хотите я в шоке я вам тут знаниями делюсь а вы мне такие вещи пишите это жесть я ничего не буду говорить все а нет вот пишут мои девочки что интересно ладно давайте а то одни не один вы хотят поддерживайте меня а то я вам рассказываю там напишут один негатив я думаю что вообще этого не стоит ничего рассказывать в общем значит три вопроса первый вопрос какие планы на ближайшее время второй вопрос какие планы на ближайшие десять лет если мужчина отвечает какие планы на ближайшее время это еще ладно у меня пока планов нет туда-сюда на 10 лет он вам должен сказать конкретно свои планы что я вижу себя в семье у меня там дети у меня жена и тому подобное если мужчина говорит слушай я вообще не заморачиваюсь как бы я живу кайфую у меня все круто у меня есть заработок у меня есть путешествие у меня есть там машина квартира и у меня все вот как сложится да так и будет Это значит, что мужчина, он ничего не хочет, он довольствуется тем, что у него есть, и на вас он вообще никакие ставки не ставит. Нет, конечно, вы ему не по телефону, не в первый день знакомства сразу такие бац, эти три вопроса, чтобы он бежал дальше. А когда вы уже начинаете общаться, когда у вас там дело близится, может быть, каким-то поцелуем, объятием, вы должны конкретно ему задать эти три вопроса, чтобы понимать, либо вам от него бежать, либо вам стоит что-то попробовать. Третий вопрос, конкретно задаете в лицо, прям не бойтесь, какие у тебя планы на меня? Кто-то вам, вот настоящий мужчина, 90% мужчин ответят вам правду, они не будут ходить вокруг да около, они скажут, слушай, ну ты мне нравишься, прикольная девчонка, почему бы не пообщаться? Это значит, что они хотят просто с вами переспать. А если он говорит, ты интересная, ты умная, в принципе, я могу рассмотреть тебя как свою девушку, я хочу отношений, значит, есть шанс на успех. Но, конечно, 90% отсеется мужчин, даже 95%, но не бойтесь остаться одной, потому что в любом случае ваш мужчина, он докажет вам, что он хочет быть с вами, и ваш мужчина покорит ваше сердце. Он захочет это делать, даже если у него не будет финансовая возможность, он все равно сможет вас удивить. Вот так вот. Я не говорю о том, что все нужно зашиться, я не знаю, ни с кем не целоваться, не спать, и если вы переспите через неделю с молодым человеком, он вас бросит, и у вас с ним никогда ничего не получится. Я знаю много таких примеров, когда там люди вступали в интимные отношения в кратчайшие сроки, а потом вы женились и детей рожали, и все было прекрасно. Но в основном, особенно в Москве, я считаю, что нужно придерживаться правил 90 дней или хотя бы месяц. Правил, я не знаю, ладно, 90, ну правил хотя бы 60 дней, ладно, вот так вот. Нужно задавать конкретные вопросы, не бояться. Девочки боятся задавать вопросы мужчинам, потому что они боятся потерять этих мужчин, показаться странными и тому подобное. Но если энергетически вы подходите мужчине, то он почувствует и поймет, о чем вы ему говорите. Ну могу сказать, по собственному опыту бегут, какой бы красоткой ты ни была. Вот смотрю на себя сейчас в кадре и думаю, блин, какая я красотка, кто вообще может от меня убежать? Нет. Думаю, зачем? А знаете почему? Потому что на одного классного мужчину, охерительного, успешного, интересного, стоит 15 офигительно красивых девочек на одного мужчину. А на одну красивую девушку никто не стоит. Потому что зачем? Зачем мужчине брать тяжелый вариант, когда рядом, вон, иди выбирай. В легком доступе очень много девушек. Никто не хочет напрягаться. Да, и также я считаю, что в течение года нужно обязательно жениться. А зачем время тянуть? Я также говорю, а ты думаешь, что мы 5 лет с тобой будем общаться? Мне там уже не 17 лет, чтобы заселиться вместе, жить, что-то думать, обдумывать. Я говорю, через 3 месяца все, уже наберешь меня? Да, да, нет, нет. Я такой, ну ладно, пока. Но, значит, это не ваши мужчины и не мои. А по поводу того, что конкуренция очень большая, это так. Как ты относишься к феминизму? Я к этому вообще никак не отношусь, и я не являюсь той девушкой. Потому что я готова, например, идти за мужчиной, следовать за ним и полностью подчиняться своему господину. В 28 лет будешь рассуждать, как охно, нахрен замуж? Ну, во-первых, она там уже была замужем. Во-вторых, а я там еще не была. Все верно. Если год прошел, и так дальше, 2-3 пойдет. И толка никакого. Да, а потом уже и расстанетесь. Вот и все. Где купить такие браслеты? Ну, это мне... Этот браслет из Китая дядя привез мой, а этот с Балем мне подарил один парень. Друг мой. У тебя все будет, умничка, береги свои принципы. Да, согласна, все девочки придерживаются принципов, пока на вашем пути не встречается какой-то козлина, альфа-самец, который полностью вскружит тебе голову. И каждый раз все девочки думают, что со мной такого не будет. Вот уходит, уводите вы мужика из семьи и думаете, а со мной-то такого не будет, что я его увелась, потому что я особенная. Нет, это потому что мужик мудак, и он уйдет так же и от вас к другой. Не потому что это вы особенная, и такая королева увела мужика из семьи, ха-ха, я классная. Нет, просто мужчина такой, падкий, знаете, со слабыми принципами, со слабыми моральными устоями. Мэри, могу ли я пригласить его куда-нибудь пообедать или выпить кофе между парами? Ну, не надо так вот подходить к этому, пойдем пообедать. Во-первых, сколько вам лет? Лет по 16, по 17, да, Никита, я понимаю. Вы молодые ребята, слушай, у вас перерыв, просто сначала, просто сначала удели ей минимум внимания, не надо вот так официально подходить, пойдем пообедаем. Слушай, это никому не интересно, ты по минимуму сначала к ней потихонечку раз, где-то там, я не знаю, пройди мимо парты ее там, положи ей шоколадку и дальше пойди, вообще ничего ей не говори. Просто посмотри на ее реакцию, положил там твикс, пошел дальше, там занимаешься своими делами, не реагируешь, не надо вот эти в переглядке играть 24 часа сутки стрелять на друг другу глазами. Просто спокойненько подошел на лайте, потом начал, как дела, вкусная шоколадка, посмотришь, что она тебе ответит, будет ли она смущаться, будет ли она тебе улыбаться, как она идет на контакт. Все, потом оставь ее, оставь ее на 2-3 дня, вообще на нее не реагируй. Вообще на нее не реагируй, потому что если ты к ней сразу подойдешь и скажешь, пойдем со мной на обед, она такая, ага, он на меня залип, сейчас я буду выпендриваться. А мы не хотим, чтобы она перед тобой выпендривалась, мы хотим, чтобы она была твоей, поэтому ты ее оставляешь на 2 дня, не реагируешь на нее, через 2 дня ты подходишь к ней и говоришь. Там уже сам разберешься, что ей сказать, скажешь ей, типа, будем кофе выпьем, просто будем выпьем кофе и поговорить о чем-нибудь отстраненном. И возьми у нее номер телефона, напиши ей, а возьми у нее номер телефона и не пиши ей, вот, это будет круто. Она будет сидеть и думать, так, он взял у меня номер телефона, я вообще не понимаю, нравлюсь я ему или не нравлюсь, нравлюсь я ему или не нравлюсь, я не знаю, Никита вообще здесь, я так ему рассказываю. А как же девочкам быть, если понравился мальчик? Ой, в этом плане я специалист вообще, любого, любого выведу на разговор, у нас все по-другому. Вот, Никит, делай так, потом напиши мне в директ, как там получилось, срослось, не срослось у вас. Значит, сегодня ты, завтра ты кладешь шоколадку и не общаешься с ней два дня, и даже старайся по минимуму смотреть, один раз в день этого достаточно. Через два дня зовешь ей попить кофе на переменке, берешь у нее номер телефона, либо в инстаграме, вот, а потом не пишешь ей день-два тоже. Короче, это все должно у тебя быть в течение недели, и она клюнет, я тебе серьезно говорю, у меня всегда так. Он на меня сидит, смотрит чувак в ресторане весь вечер, я как бы, типа, такая, на него не реагирую, звезда, потому что он на меня промазолил уже весь глазами. Он подходит, берет у меня номер, я такая, ага, все, на крючке, а он берет и не пишет мне неделю, через неделю такой, привет, как дела? Я такая, думаю, чего, блин, и мне уже интересно. А если бы он мне сразу написал, то я бы такая, ну, окей, нормально и тому подобное. Вот, значит, рассказываю, как девчонкам завлечь парней. Как, как, точно так же, но чуть-чуть наоборот, я не знаю, смотря какая ситуация. Ну, вот у меня недавно была ситуация, у меня просто сейчас телефон сядет на самом интересном. Значит, я была в компании с подружками, меня пригласили потусовать. Не потусоваться, это так просто посидеть. И там был очень известный, классный парень, за которым просто готова вся страна, я не знала быть. И я просто была всегда в стороне. Вот это чисто была моя тактика. Я была всегда в стороне, я делала вид, что я никого не знала, я вообще не понимаю, кто это и тому подобное. То есть, к примеру, во мне пишет мужчина, да. Я не вижу ничего такого в том, что девушка сама окажет внимание парню. Но это нужно делать очень сдалека и ненавязчиво. Отстраненная полностью, мужчина, мне кажется, интересно, да. Никто хохочет во все горло, да, как думает, вы, наверное, думаете, что я себя так веду. На самом деле нет, я себя так не веду. Я в обществе, особенно, которое мне не знакомо, я очень стеснительная, я очень закрытая, я вообще практически не разговариваю. Это я в интернете вся такая смелая сижу, а в жизни-то нет, я не такая, я очень стеснительная. И очень переживательная, ранимая. Значит, ну, таким образом, когда я была все время в стороне, то есть все танцуют, а я в стороне. Ну, вы тоже сильно не отбегаетесь, не делаете вид, что вы не существуете. Вы подходите, со всеми общаетесь, ну, ненавязчиво. Если вам кто-то понравился, лучше к этому человеку не подходить. Но нужно поймать эти взгляды. Если вы поймали взгляды, то, знаете, все. Можно действовать. Ну, настолько классные парни, с которыми вот был тот парень, они сами не будут писать, и они сами не будут ничего делать, даже искать вас, даже номер брать. Я написала сама, у него огромное количество подписчиков, и он мне ответил. Понятное дело, я в этот момент просто хотела удовлетворить свою внешность, свои внутренние какие-то ощущения, что, типа, да, я классная, на меня обратили внимание. Ну, наша переписка дальше не зашла, понятное дело, потому что я переписывала с ним так, как будто он мне вообще не интересен, как будто я вообще не знаю, кто это я. Серьезно, все были в шоке, собрался в консилиум, типа, что отвечать, это же он, боже мой, и тому подобное. Но я, как бы, так, спасибо, давай, пока, привет, и все. Как будто я неинтересна. Я с этим перегнула палку, но я ни о чем не жду, потому что такой мужчина, как бы, это не... Не, 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 не в моем интересе, я вот так вот расскажу. Вот как-то так. Это я сейчас такую ерунду наговорила, честно, признаться. Вот, клянусь, это такая фигня, вот вообще-то не слушайте. Со стороны мужчины к девушке, да, я все правильно сказала, потому что я сама девушка, я знаю, какую тактику выбирать. А со стороны девушки к мужчине это полная ересь, вообще так не делайте, потому что итог какой, как бы, никакой, поэтому не делайте так, как я вам сказала. Мария, есть одна, но она учится не в моей группе, я очень редко ее вижу, один-два раза в день. Так, это сложнее. Это сложнее, значит, тактика, которую я тебе подсказала, она не сработает, потому что с той девушкой нужно будет, ну, та тактика для девушки, с которой ты постоянно контактируешь. Поэтому, 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 я не знаю, что по этому, надо подумать. А у меня сейчас телефон, поэтому я буду выходить из эфира. Все, всех целую, всем пока. Так, я еще не могу выйти к нему, как всегда. Субтитры сделал DimaTorzok